Спектакль «Оркестр Титаник» — это история четырёх бездомных на заброшенной станции. Убийца, бывший железнодорожник, артист-цирка, у которого умерла медведица Линка, и женщина, наделавшая в жизни много ошибок, бесконечно пьют и мечтают выбраться из унылого места. Они ждут, что случится чудо, и хоть один из проезжающих мимо поездов остановится и увезёт их туда, где они смогут стать достойными людьми. Здесь никто не останавливается, здесь никто не останавливается. А кто здесь остановится? Вы себя видите? Кто захочет иметь дело с такой живой? Автор пьесы, известный болгарский драматург Христо Бочев рассказывает, писал текст, наблюдая за компанией «Бродяг» возле своей студии в Софии. Говорит, никого не собирался учить жить, хотел, чтобы читатели задумались и, может быть, что-то переоценили. Это просто пьеса, чтобы дать человеку возможность подумать о своей существовании, о этой великой иллюзии жизни. Задуматься, где иллюзия, а где реальность героев заставляет появление на станции мастера перевоплощения Гарри Гудини. Фокусник обещает бездомным, что поезд остановится, и они еще больше верят в призрачную мечту. Там, Винка, билеты продает. Куда едешь, спрашиваю? Никуда, отвечаю я. Нет, говорит, ты верен. Вот твой билет. Поезд – это символ мечты и олицетворение желания убежать от проблем. Режиссер Тимур Файрузов, говорит, ставил спектакль прежде всего для норильской публики. Крайний север, 69-я параллель. Там эти вопросы актуальнее, чем в Центральной России, но и здесь есть о чем задуматься. Тема очень попадает от этого какого-то тотального одиночества, ожидания. Ведь на самом деле в Норильске многие поколения живут на чемоданах. Заработали денег – уехали. И так живут поколения, и так умирают. От себя все равно трудно уйти. В какие бы мечты мы не погружались, какие бы мысли нас не уносили, но мы всегда остаемся сами с собой. И вот эти вот уже проблемы мы должны решать сами. Никакими фантазиями, иллюзиями и всем остальным это, мне кажется, не разрешится. В финале герои один за другим исчезают, решив, что их просто не было. Итог пьесы у каждого зрителя свой. Плыть по течению или жить, несмотря ни на что. По утверждению автора, жизнь – это всего-навсего шоу для одного человека, который идет, пока играет оркестр «Титаник». Оксана Любимова, Константин Миронов, 6 канал.